Ежегодно в мире выявляют 10,9 миллионов случаев злокачественных новообразований. Более 850 тысяч из них приходится на злокачественное новообразование женской половой сферы. В России в 2005 году число вновь выявленных больных достигло 42,5 тысячи, что составило 17% от общего числа заболевших. Статистически онкологическая заболеваемость в процентном соотношении держится на одном месте в течение последних 10 лет. Всего на учете у нас состоит 1200 человек на сегодняшний день, 1200 женщин. За 2015 год к настоящему моменту у нас зато на учет уже 68 человек. Кабинет амбулаторного онкогинекологического приема при Орехово-Зуевской центральной городской больнице является составной частью женской консультации, а также онкологической службы города. Здесь ведется специальный онкогинекологический прием. Это прием не общегинекологический, амбулаторный по месту жительства, а мы наблюдаем женщин с определенной патологией, которая приходит нам со всего города, и в том числе с Орехово-Зуевского района. Онкогинекология – это раздел медицины, находящийся на стыке онкологии, гинекологии, урологии и эндокринологии, изучающей доброкачественные и злокачественные опухоли женской половой системы. Это шейка матки, яичники и тело матки и наружные половые органы. Вот это четыре локализации, злокачественные, но образование которых входит в нашу компетенцию в этом кабинете. К сожалению, многие женщины, имея такое заболевание, обращаются за помощью к врачу уже на запущенной стадии. Многие злокологические заболевания, особенно если они локализуются как бы внутри тела, могут долго не давать о себе знать, вплоть до распространенных болезней, распространенные стадии. Когда начинаются болевые симптомы, когда начинаются кровотечения, это часто говорит о достаточно серьезной стадии распространения болезни. И здесь трудно винить человека в том, что он, может быть, был к себе невнимателен, может быть, в связи со своей жизнью, работой, у него не было времени пристально обратить внимание на состояние своего организма, на какие-то незначительные жалобы, да, там кольнуло, там чуть-чуть стрельнуло и так далее. Но есть и локализации, когда в силу непонятных причин женщины не обращаются к врачу, имея уже очень серьезную симптоматику. И мы видим это часто, достаточно часто, да, это наружные локализации рака, да, когда есть опухоль, когда есть боли, когда есть кровотечение. И несмотря на это упорство, с которым они не хотят и не желают идти к врачам, оно иногда удивляет. Диспансерный учет начинается с постановки диагноза, после чего пациент проходит специальное лечение. Если вы обратились к врачу вовремя, есть большая вероятность излечиться от опухоли полностью.